Всем доброго дня, друзья! Сегодняшнее видео, по сути, продолжение вчерашнего видео. Мы разбирали, что лучше 92-й или 95-й бензин. И это видео собрало очень много просмотров, очень много комментариев. Комментариев, по-моему, сейчас приближается уже к 500. И буквально каждый третий вопрос, может быть каждый четвертый, а что будет, если я, например, двигатель у меня рассчитан на 92-й бензин, а я залью 95-й и 98-й. Можно ли так делать, и что будет, и вообще не вредно ли это для двигателя, и так далее. Решил снять поясняющее видео, в котором постараемся разобрать все вот эти моменты. Итак, ребят, давайте так вот разберем. Опять вернемся к предыдущему видео немножко. Что такое октановое число бензина? Октановое число бензина отвечает за стойкость к самовоспламенению топлива при сжатии. То есть, смотрите, степень сжатия у 92-го бензина условно рассчитана на степень сжатия 10,5-11, у 95-го до 12-ти, у 98-го до 14-ти, если я сейчас не ошибаюсь, у 15-ти где-то. Но сами подумайте, если у вас автомобиль рассчитан на 92-й бензин, если вы добавите 95-й, то, по сути, это будет еще лучше. То есть, этот на 10,5-й, на 11-й рассчитан, а этот рассчитан на 12-й. То есть, если вы добавите в двигатель автомобиль, который рассчитан на 11 степень сжатия, то этот еще будет мягче работать. То есть, вот это нужно понимать. То есть, если вы добавляете топливо с более лучшими характеристиками, для вашего мотора это будет еще лучше. То есть, детонация будет исключаться практически вообще. Это топливо будет поджигаться именно от свечи зажигания, а не от степени сжатия. То есть, вот это нужно понимать. Я думаю, это было понятно из предыдущего видео, но многие почему-то это не поняли. Также, в общем, посыпалась куча вопросов других. Вот здесь я их постарался все как бы осветить. И давайте разберем каждый, в общем, в отдельности. Вот. Если мы заливаем 95-й или 98-й бензин в свою современную иномарку, да, ребят, ничего страшного абсолютно не произойдет. Большинство иномарок, большинство иномарок, они рассчитаны на весь вот этот вот цикл. 92-й, 95-й, 98-й. Зачастую мы можем видеть на лючках бензобака, в инструкции и так далее, да, что у нас идут вот примерно такие допуски. АИ-91, 91-99, не менее 92-го. Либо пишут АИ-92, но когда вы открываете инструкцию, то там написано не менее 92-го. Написано не менее 92-го, значит, минимум можно лить 92-й, а как максимум 95-й, 98-й. Вот. Также там не менее 95-го. 95-й, то есть, можно заливать 95-й, 98-й. 92-й тоже можно лить. Его выровняет работу двигателя датчик детонации. Сейчас я не буду застрять на него внимание. Все-таки же это было в предыдущем видео. Можете посмотреть. Ссылочку оставлю я и в описании, и в этом видео. Если у вас есть вот такое вот, то вы можете смело лить любой. То есть, я, конечно, не то что завидую, а можете... Вот у людей, у которых вот такой вот интервал, ну, как бы от 91-го до 99-го и не менее 92-го, то человек свободен лить любые три вида топлива. Если вот все-таки не менее 95-го, то здесь 95-й, 98-й. Все-таки 92-й я бы не лил, потому что у вас автомобиль не будет работать на всю, скажем так, свою мощь. Особенно при высоких оборотах. Вот. Дальше. Что хочу сказать насчет горения бензина. Вот насчет горения бензина, это вот тоже нужно понимать. Я хочу сказать, почему вот многие говорят, что я вот ездил на 92-м, начинаю заливать 95-й, и мой автомобиль, он едет как-то плавнее, двигатель работает плавнее, и расход у меня немножечко падает. Вот смотрите, горение бензина 76-го, 80-го бензина происходит очень резкой вспышкой и малой продолжительностью горения. Ну, если можно сравнить, типа резкого удара. Так, пух, вспыхнуло, и все. Бензин же 92-й уже будет иметь более мягкую вспышку и немного большую продолжительность горения. То есть, чуть дольше будет это топливо толкать поршень. Так, и бензин 95-й будет иметь еще более мягкую вспышку и еще чуть дольше толкать поршень. Ну, соответственно, с 98-м это то же самое. Из этого следует, что чем больше октановое число в бензине, тем он более мягко загорается и дольше толкает поршень. Что чуть-чуть увеличивает мощность двигателя. Не надо ждать, ребят, что если вы заливаете, там, совместно с 92-го, 95-го, и у вас прям там мощности прибавится, там, табун с кукунов, и вы будете, там, вместо 10-ти литров, да, там, я не знаю, у вас будет уходить всего там 6 литров. Это неверно. Здесь разница, как видите, всего в процентах. То есть, здесь всего 3 единицы и здесь 3 единицы. То есть, вот это нужно понимать. И в основном, ребят, присадки, которые добавляются в бензин, они действуют именно на борьбу с детонацией. То есть, на борьбу с самовоспламенением. Зачастую они больше ничего, там, ну, скажем так, в себе не несут. Ну, конечно, это я очень утрирую. Да, в 95-98 добавляют, там, присадки, которые, там, моют двигатель, там, улучшают горение, там, и так далее. Но в основном это борьба с детонацией идет. Борьба с детонацией. И вот из этого следует. Если наш бензин, да, горит, получается, дольше. Горит дольше, немного дольше, да, у многих возникает вопрос. Они прогорят ли у нас клапана у нашего автомобиля. Вот здесь, ребят, справедливо стоит отметить то, что, если это автомобиль у вас старый карбюраторный, на котором электроники минимум, если вы будете 95-98 лить, если он у вас неправильно отрегулирован по октану, то здесь у вас могут подпалиться клапана. Это справедливо, ребят. То есть, нужно думать. То есть, если вы на своем автомобиле, там, да, на шестерке, на какой-нибудь старой, там, еще на каком-нибудь заднеприводном ВАЗе, да, вы, ну, решили сменить топливо, соответственно, нужно регулировать и карбюратор. То есть, регулировать зажигание. Обязательно. Иначе подполите клапана. Вот. На современных инжекторных моторах это все происходит автоматом. Причем, зачастую это все уже рассчитано производителем. Вот эти вот допуски нам говорят, что можно использовать любой вид топлива. Опять же, у нас стоит куча датчиков, там, перед катализатором, после катализатора. У кого-то один датчик, у кого-то два. У кого-то катализаторов несколько, там, чуть ли не пять этих датчиков стоит. Там, вот, все это анализируется в ЭБУ. Ваш сгоревший выхлоп, вот этот, идет, анализируется в ЭБУ. И ЭБУ уже может корректировать уже подачу топлива. Именно там, обогатить, не обогатить ее, там, ужать, не ужать. Степень зажигания подправить плюс-минус, там, в общем, все это корректируется в автоматическом режиме. Вам, по сути, даже, вы даже это можете не заметить. И никакие клапана у вас не прогорят на современном моторе. Это нужно понимать. Если вы будете за место 92-го, или 95-й, или 98-й бензин, двигатель ваш будет работать чуть лучше, чуть мягче. Мягче будет работать двигатель. Вот, дальше. Американские и турбомоторы. Вот, смотрите. То есть, многие пригоняют автомобили американские. Да, и, как бы, у многих есть турбированные двигатели. И, соответственно, пошли вопросы. Вот я пригнал, у меня написано АКИ-91. АКИ-АЙ-91. Что это такое, и какой мне бензин лить? Ребят, это не является АИ. У нас АИ, это исследовательское. Вот, вот эта буковка И означает исследовательское. АКИ, это усредненное значение обоих индексов. Это исследовательский плюс моторный, деленный на два. И вот эти вот АКИ, они соответствуют вот таким вот маркам нашего бензина. То есть, 87-й, это 92-й, АКИ-91, 95-й, АКИ-93, 98-й. Но зачастую на американских моторах у них также бывают интервалы. То есть, АКИ-87-93. То есть, вы, по сути, можете пользоваться всеми вот этими видами топлива. Если у вас написано минимум 91, то это 95-й, 98-й. Ну, а если АКИ-93, то желательно лить 98-й. Ну, такое бывает крайне редко. Теперь про турбомоторы. Вот многие спрашивают, почему я в том видео сказал, почему в турбированные двигатели нужно лить не менее 95-го бензина. 92-й там, ну, как бы, не совсем котируется. Вот вопрос такой, ребята. Когда покупаете турбомотор, вы что от него ждете? Вот турбомотор, вот вы сами подумайте. Турбомотор, это, по сути, компрессор, который нагнетает в себя обогащенную, обогащенную, еще раз подчеркиваю, обогащенную топливную смесь. Она обогащена как с точки зрения воздушного вот этого объема, так с точки зрения и бензиновой смеси. А чем выше октановое число бензина, тем смесь эта будет более обогащенной. Пусть там на три этих числа, там, да, выиграть какие-то 5-7 процентов. Но это будет более производительно и более, скажем так, логично на турбомоторах. Понимаете? Можно ли 92-й? Можно. Но долго я искал эту информацию. Некоторые производители пишут, что 92-й там дает температуру горения. Не ту, она там ниже, там всякие крыльчатки у турбин могут работать не с той температурой. Там цилиндры двигателя не так охлаждаться будут. Но, в общем, не совсем это хорошо для турбированного агрегата. А 95-й, минимум 95-й или 98-й, он как раз таки дает обогащение максимальной вот этой вот смеси, которой засосалась турбомотор. А также он дает нужные тепловые характеристики нужным агрегатам. Ребята, в это можно долго очень вникать, очень долго вникать. Вот. Но просто поймите это вот и примите как чистую монету. Конечно, многие мне писали, и у меня турбированный двигатель. Я езжу там на 92-м, вот уже там купил, там 2-3 года езжу, там никаких проблем. Там пробег у меня 30-40 тысяч. Ребята, но у вас проблем нет. Вы продадите этот автомобиль, проблемы будут у следующего. Вот. Кто за вами купит этот автомобиль. Конечно, я понимаю, что вас это не касается уже. Но факт остается фактом. Вот, по сути, вот такое вот видео. Думаю, стало понятно, что в современных моторах, еще раз, ребят, подчеркиваю, в современных моторах, инжекторных моторах, зачастую вот эти вот 92-й, 95-й, 98-й уже заложено все внутри. И БУ все понимает, и все отрегулирует за вас. Да, вот что еще хочу сказать. Многие пишут, что с 95-м бензином автомобиль, который рассчитан на 92-й, заводится не так бодро зимой, да, именно в холодную температуру. С 92-м заводится лучше намного. Но, ребят, ну это все, опять же-таки, идет от степени сжатия и от резкости загорания топливной смеси. Как я сказал, что 80-й бензин, он загорается резко и резкой вспышкой, но продолжительность сгорения у него маленькая. 92-й он мягкую, более медленную, более мягкую вспышку имеет. 95-й еще более мягкую, более медленную вспышку имеет. Соответственно, если вы 92-й смените на 95-й, то да, двигатель вполне вероятно, что вы там с первой попытки не заведете. Опять же, ребят, если ваш мотор рассчитан изначально на минимум 92-й, но если ваш мотор рассчитан на 95-й, от его высокой степени сжатия все прекрасно запустится. Так что думайте сами, имеет ли смысл лить 98-й бензин, если ваш мотор рассчитан на 92-й минимум? Можете лить 95-й, то есть, это будет таким компромиссом для вас, но 98-й лить в двигатель, рассчитанный для 92-го, ну, это уже какое-то прям, ну, не знаю, кощунство. Стоит он намного, реально намного дороже. Не лохматьте бабушку, лейте 95-й, и все у вас будет нормально. Это я сейчас говорю для владельцев, у кого написано не менее АИ-92. У кого 95, ну, можете лить 98-й, можете лить. Даже вот у меня в инструкции написано, так рекомендуется 95, но можете лить 98-й. Но, опять же-таки, это лишняя трата денег, как я считаю. Сверх какой-то экономии, сверх какой-то, ну, не знаю, там, супер мощности вы вообще не прочувствуете. То есть, это надо быть прям супер гурманом вашего двигателя, чтобы уловить там 3-5% мощности, которые даст 98-й вместо 95-го. Вот такое видео, опять, ребят, извиняюсь, что большое, но, думаю, было полезно. Если понравилось, ставим лайки, подписываемся на наш канал, будет еще много полезных видео. Все, ребят, всем пока.